Футбол России О национальном первенстве, до окончания которого стало всего ничего, 5 туров В гостях у нас сегодня Алексей Спирин, новоявленный генеральный секретарь Российского футбольного союза Я так понимаю, пока еще и председатель инспекторского комитета, судья ФИФА в недавнем прошлом Здравствуйте, Алексей Николаевич Добрый вечер Или судья ФИФА такое пожизненное звание, как олимпийский чемпион? Нет, пожизненное звание другое, судья международной категории Потому что сегодня все арбитры, попадая в лист ФИФА, уже автоматически получают это звание, арбитры ФИФА А вот судья международной категории у нас была, немножко труднее завоевывалось это звание Минус четверг на исполкоме РФС вы, Алексей Николаевич, были утверждены в должности генерального секретаря этой организации Хотелось бы узнать, в чем будут состоять ваши основные задачи, обязанности на этом посту И кто станет вашим преемником на посту, председатель инспекторского комитета? Ну, мои функции как генерального секретаря, они четко прописаны в уставе Российского футбольного союза В основном это три направления, если коротко так сказать, это вопросы подготовки заседаний нашего исполкома Это подготовка конференций, это выработка внутренней политики, координация работы комитетов, ассоциаций различных Второе направление, это региональная работа с регионами, в первую очередь, это как бы доведение той информации, тех требований, которые мы выработаем на исполкомах, на вышестоящих наших органах До непосредственных наших представителей регионов, до того фундамента, на котором весь российский футбол рождается И, в общем, получить обратную связь, почувствовать, какие потребности сегодня там, на местах, в тех городах, в тех регионах, где растут будущие наши мальчишки, будущая наша хорошая смена Третье направление, это, так сказать, это международные связи, это вопрос, может быть, в большей степени адаптации тех наработок и идеи, которые есть в УФА, в УФА, на нашей российской НИИ Но я скажу так, что многие из этих вот направлений, они требуют еще, и мной лично, больше глубокого, так сказать, осознания И самое главное, что, наверное, в ближайшее время у меня состоится детальный разговор с нашим президентом, Виталием Леонидовичем, у которого очень много идей, который наверняка расширит круг этих помочий Ваши международные связи, говорить, одно из направлений международные связи, к нам станут лучше относиться в Европе? Ну, понимаете, здесь одним словом, одним каким-то действием, одним назначением меняет, и не добьешься Здесь комплексная работа и представление тех программ, которые есть в Российском футбольном союзе То, что наш президент уже сейчас сделал, совершая визиты в УФА, это активная работа в комитетах Это, конечно же, и личностные качества, личностные заслуги, умения, как раз обозначить те проблемы, что есть у нас, и решать совместно По поводу инспекторского комитета, кого ставите? Договорились так, что у меня есть обязательства перед Советом Президента Премьер-лиги, перед Советом ПФЛ Доработать до конца сезона, отчитаться перед этими структурами, проанализировать те недостатки и положительные качества Ну и подумаем, как в новой структуре или в старой структуре будет существовать инспекторский комитет Соответственно, подобрать подходящий С судейством у нас есть определенные, конечно, проблемы Много будем говорить и сегодня о судействе, о многом другом Давайте обратим взоры непосредственно на матчи 25-го тура Тура, в котором отчетливо проглядывалась ответственность за результат Всего шесть мячей побывало в воротах соперников в восьми встречах, видно ли дело? Сегодня в программе Иностранный арбитр Гдевы Недовольство отечественными судьями достигло апогея Валерий Газаев, не скрывая претензии к Михаилу Ходореву Динамовца апеллирует к Юрию Баскакову Хержаков, Аршавин, Шкартел и Чемтофальский Пока по одну сторону баррикад На чьей стороне будет победа 12 октября Герой матча в Раменском, Словак Чемтофальский Мыслями уже в игре против сборной России Спартак, единственный из лидеров, побеждает и выходит на третье место Александр Старков вновь экспериментирует с линией атаки Победный гол забивает центральной защитник Ростов-на-Дону, никто не хотел уступать Ростов делает очередной шаг от края пропасти Аланья спустя 10 лет после чемпионства Как никогда близка к вылету в первой дивизион Битва за медали и выживание в последние пять туров Как это было в прошлые годы и как будет сейчас Наш экскурс в недавнюю историю Прогнозы на исход 14-го чемпионата страны Довольно трудно было определить, какой же матч 25-го тура был центральный Остальных сразу несколько по инаком счетам Посему начнем по старшинству Чемпион страны и лидер на сегодняшний день Локомотив играл с Динамо Просто кошмаром для болельщиков и железнодорожников Стали последние матчи их любимой команды Оборона трещит по швам Супернадежность Орчинникова куда-то улетучилась Итоги неутешительны А ведь совсем недавно Локомотив имел солидный отрыв от преследователей Казалось, что судьба чемпионства практически решена Так ведь нет Алексей Николаевич, как вы считаете Что послужило причиной или причинами Такого спада Локомотива? Я думаю, что здесь причины Должен старший тренер и весь коллектив команды скрывать Мое личное мнение С очень сожалением Я отношусь, что действительно Как-то немножко класс Качество игры потеряно В первую очередь, конечно, травмы То, что Локомотив потерял Сочева Это колоссальная потеря На лидере мы видим, как Зенит строит В большинстве своем игру на Аршаве, на Киржаковой Конечно же, потеря такого высококлассного футболиста Сразу сказывается Перестановки по линиям Наверное, психологическое напряжение от старта В европейских кубковых турнирах Достаточно такие тяжелые матчи с Браном Ну вот, все это комплекс вот таких факторов, ну как пишется Это, наверное, послужило таким спадом Надеюсь, который В игре, надеюсь, который Локомотив вскоре преодолеет Вот момент дисквалификации Бикея Железнодорожника Бикея, равных как и динамовца Каштини Уже постфактумом, когда КДК на основе просмотра видеозаписи Дисквалифицировал футболиста Такое имеет место быть вообще в нашем футболе? Ну, я вот сам член КДК К сожалению, я не был на этих заседаниях, когда такие решения принимались Но скажу так, что основания для принятия такие решения имели У нас есть нормы прописанные в регламенте РФПЛ, и в регламенте РФС И не забывайте, мы пользуемся еще и регламентом дисциплинатным, я имею в виду регламентом ФИФА Эти нормы могли бы применяться, может быть, немножко поздно Раньше прецедентов-то, по-моему, не было Может быть, и это тоже Вот председатель КДК Виктор Владимирович Мурущак, как раз подводя, в общем-то, к такому решению членов комитета Он и сказал, что была определенная последовательность КДК и проявлена Не забывайте, были написаны письма командам, были обращены внимание на ужесточившиеся грубые приемы На то, что иногда и арбитры, к сожалению, пропускали тельные проступки грубого характера Или дисциплинарного поведения футболиста И видно, вот это вылилось как раз в принятии такого решения Сейчас важно закрепить его в последующих матчах Решение абсолютно нормальное, практика абсолютно нормальная Я думаю, что она входит в пределы тех нормативных документов, которыми мы пользуемся Спасибо, вернемся к матчу Думаю, главным для Локомотива поединки с Динамо было сохранить свои ворота в неприкосновенности Прежде всего для того, чтобы успокоиться, слишком уж много железнодорожники пропускали в последних играх Эту задачу Локомотив выполнил, однако и забить не сумел 0-0, этот счет был самым популярным в 25-м туре Еще до объявления стартовых составов команд было ясно И те, и другие выйдут на поле с одним номинальным форвардом Так уж повелось, оба клуба используют в нападении нескольких полузащитников атакующего плана Травма динамовского оборонца Каштиньи, только что отбывшего дисквалификацию Ничего не изменила в расстановке сил Его тут же заменил Фрэшо Хозяева остались при своих, не потеряв в качестве защитных действий И лишь сам травмированный молча переживал неудачу Замена, когда Фрэшо выходит на поле вместо Каштиньи, практикуется даже в сборной Португалии По моему мнению, Фрэшо сыграл сегодня хорошо, и нашу оборону не ослабил Спустя несколько минут от начала встречи мяч побывал в воротах локомотива Но, по мнению арбитра матча Юрия Баскакова, Дани перед тем, как нанести удар, успел нарушить правила Оттолкнул Асатиани, и тот не прервал навес штрафную, хотя должен был это сделать Хозяева и не спорили Впереди была уйма времени, а их ударная португальская связка Маниш, Дани и Дерлей Надеялась распечатать ворота Овчинникова еще не раз Тем более, что по ходу встречи наметилось некоторое территориальное преимущество Динамо На своей половине поля разгуляться гостям не давали Калодин, Фрэшо и все тот же Маниш Довольно редкие сочетания в составе Динамо Локомотив, между тем, попытался перейти от контратакующей игры к планомерному давлению на ворота соперника Измайлов и Белеледдинов были вынуждены больше помогать защите, нежели снабжать мячами выдвинутого вперед Лебеденко И главный тренер Лока заменил Самедова на Хохлова Опытный Хохлов должен был помочь своим центральным полузащитникам Особенно в быстром переходе от обороны в атаку Дальнейшие события показали, вариант не сработал, а причина оказалась проста В составе нынешнего Локомотива немало игроков Или еще восстанавливающихся после травм Или, по разным причинам, еще не набравших оптимальную форму При любых тактических раскладах этот фактор остается, если не решающим То уж одним из самых значимых наверняка Ну, в принципе, в плане тактики никаких проблем не испытываем Другое дело, может быть, сейчас не самое идеальное Тут состояние психофизическое, наверное, по-разному физическое Во втором тайме преимущество «Динамовцев» стало более отчетливым А гости понесли потери Покинул поле травмированный Белеледдинов «Динамовский форвард» Дерлей стал чаще появляться в штрафной Лока И однажды не успел к ничу в районе 11-метровой отметки после навеса справа По мнению хозяев поля, не без помощи защитника гостей Сенникова Арбитр встречи нарушения правил не зафиксировал А минут за 15 до конца матча травму получил игрок Локомотива Вадим Евсеев Пока ему оказывали помощь, Лока 5 минут действовал в меньшинстве К тому моменту Эштреков уже израсходовал лимит замен И Евсееву пришлось доигрывать матч практически на одной ноге При всем желании «Динамо» дожать лидера турнирной таблицы и забить победный мяч Оборона гостей все-таки выстояла Чем не повод для оптимизма в рядах оборонцев Локомотива? После этого матча, по-моему, все нормально Вот сегодня на ноль сыграли Надеюсь, что больше, по-моему, такого не будет Вернулись в старом добрые времена, когда Локомотив не пропускал почти ничей Итоговое 0-0 в этой встрече пользы Локомотиву не принесли Но и «Динамовцы» от ничейного исхода поединка ничего не приобрели и ничего не потеряли Василий Вахетов, Футбол России Алексей Николаевич, вы инспектировали этот матч Как вам игра команд в целом? Как вам судейство бригады в главе с Юрием Баскаковым? «Динамо» вроде как подало жалобу на судейство Ну, вы знаете, у нас работаем строго по установленным регламентным нормам Процедура рассмотрения жалоб четко совершенно написана Жалобы есть? Я сейчас не могу комментировать какие-либо действия арбитра В соответствии, во-первых, с инструкциями инспекции комитета И потому что жалобы есть, и официально мы будем рассматривать на ближайшем заседании экспертной комиссии Посмотрим все это Насколько там правы... А к чему апеллировали нам? Вот на этот незащитный гол, что вы показали И на неназначение пенальти за Дерлейн, но не в этом эпизоде, а в другом эпизоде Ну, разберемся, я думаю, что сегодня уровень профессиональной экспертной судейской комиссии Позволяет действительно верить ее заключению Я-то, честно вам скажу, больше всего переживал здесь уже за ребят, за футболистов Чтобы вот эти травмы у Беллиединова, у Евсеева Не оказались столь серьезными, с большими последствиями Очень бы хотелось, чтобы в предстоящих матчах сборных Помогли бы ребята своим мастерством Системе вроде не все так просто Насколько мне известно, Юрий Семин сегодня вызвал Колодину в сборную А явно вместо Евсеева Да, вот это немножко жалко Может быть, Вадим как раз в свой дух Вот то, что я сегодня могу дополнительно влить в подготовку сборной Но надеемся, тем не менее, что... Может еще появится, да? ...беллиединова, да, позволит ему принимать участие в ВСП Что касается Евсеева, насколько мне известно, он в Германию поехал на обследование И там поставят окончательный диагноз Что касается игры команд, вот я на что обратил внимание Заметили, вот особенно в втором тайме, если Динамо как только стал играть низом Так сразу, в общем-то, у техничных футболистов пошла игра Непонятно, почему, собственно, они не делали это, не играли так в первом тайме Вот какой вопрос еще, Алексей Николаевич По регламенту нашему, только матчи двух последних туров начинаются в одно и то же время Вот нет ли смысла, смотри, сейчас Локомотив играл, уже знает, как сыграл ЦСКА с Москвой Спартак играл, знает, как сыграли все конкуренты Нет ли смысла, может быть, ввести какой-то пункт, чтобы уже туров за пять до конца Хотя бы прямые конкуренты начинали играть в одно и то же время Я думаю, смысла нет, потому что, если так рассуждать, тогда и первый тур надо начинать в одно и то же время Тоже будут знать, как сыграть Нет, так можно дойти в этих рассуждениях, да, к какой-то бессмыслице Ведь почему два последних тура? Здесь реально уже очковые варианты легко просчитываются За пять туров, за шесть туров, это сплошная теория И вероятностью исполнение довольно очень большое Может быть, постоянно такую ситуацию не стоит вводить, но вот та, которая сложилась сейчас, когда борьба наколена до предела вообще Когда разрыв минимальный А в чем здесь плохого такого? Ну, узнали, как сыграли, допустим, армейцы с клубом Москва Хорошая мотивация появилась Не буду спорить, не буду спорить Много везде можно найти К слову, ничейный исход в матче «Динамо-Локомотив» Несколько неожиданные результаты Вот почему «Динамо» слывет в нынешнем чемпионате Самой бескомпромиссной командой Ничья с железнодорожниками Всего вторая для «Динамовцев» в первенстве Как заверяет Сергей Овчинников Пауза, которая сейчас наступает в чемпионате Пойдет у «Локомотива» на пользу Будет время восстановить физические кондиции Правда, и сам Овчинников и еще несколько игроков «Локомотива» Вызваны сборной страны На матче с Люксембургом и Словакией И, как я уже говорил, сегодня стало известно Что Юрий Семин вызвал на сбор еще И «Динамо» с Денисом Колодином Идем далее Главный конкурент «Локомотива» в борьбе за золото ЦСКА также потерял очки в 25-м туре Армейцы играли с соперниками из футбольного клуба «Москва» И здесь также не обошлось без претензий в адрес арбитров Предматчевая головоломка, явление для дерби нередкое Особенно на финише сезона Олич, Вагнерлав, Жирков, Игнашевич, Милешин и Кереченко Те киты, на которых обычно строится игра Получится ли без них и как получится? Самое время узнать об этом Пылина о 22 богатырях в традиционной графической зарисовке футбола России Укрепить оборонительные редуты горожан С первых минут был призван молодой Кирилл Набабкин А прежде незаменимый поляк Мариуш Йоб остался в западе У армейцев семейный дуэт Березуцких По брату на фланге в центре обороны разбавил Шемберов В стартовом составе Газаев не нашел места номинальным форвардам Техничный Карвалью был выдвинут на острие А скоростной Кратищ поддерживал атаки из глубины Впрочем, уже через 15 минут на помощь бразильцу Был вынужденно отряжен Сергей Самодин Дуду пришлось раньше времени покинуть поле из-за повреждения Главный Галеодор Горожан, а по совместительству и чемпионата в целом Тереченко соблюдал условия джентльменского соглашения И наблюдал за происходящим в трибуне Параллельно узнавая для себя много интересного Первый достойный внимания эпизод Случился, когда мяч после удара Кратища попал в руку на Бабкина И Ходорев трактовал эпизод в пользу защищавшихся Но Серг успокаиваться не собирался Не получилось так, попробовал иначе Вскоре Самодин впервые напомнил о своем присутствии Радость от первого гола в матче вильнула хвостом в сантиметрах от штанги Живнова Через три минуты Алдонин уличил момент и заставил белорусского голкипера прыгнуть и совершить сейф Леонид Слуцкий призывал бракомонта действовать активнее Акинфеев откровенно скучал А Живнов тем временем продолжал снимать мячи с головы Самодина В паузах расставляя внушительные стенки На Карвалью горожане фалили с особым усердием Штрафные не воплощались голы И тут бы пригодилась природная хитрость Кратища Но на симуляции Ходорев не реагировал Во втором тайме поводы требовать пенальти стали появляться со стремительной быстротой И в одном из эпизодов полузащитник, казалось, добился своего Судья указал было на точку, но секундами ранее Лайнсман зафиксировал офсайт В избежании спорных суждений, вашему вниманию, несколько телеповторов Валерий Газаев медленно закипал, чтобы позже разразиться пронзительной тирадой о судейском корпусе А Андрей Мавсисиан, меж тем, упустил свой единственный в игре полумомент Однозначно, что заменить полноценно Кириченко, наверное, ему вряд ли удалось Ну, если бы он был бы и такой игрок уровня Кириченко, наверное, он бы больше времени проводил на футбольном поле Но в целом, как бы, претензий там по самоотдаче к нему нет Хотя это хороший игрок, он может играть лучше Просто небольшие психологические проблемы мешают ему это сделать Форвард ЦСКА подобных проблем, похоже, не испытывал Иначе не решился бы сам Один пробить ножницами Как и после хитрого удара Карвальдин на технику, Живнов был на чеку Время таяло, а игровое преимущество армейцев не спешило воплощаться в голы И тут защитник Дмитрий Годунок, к тому моменту бывший на карандаше у арбитра, снова нарушил правила Лучший друг болельщика – видеоповтор И правда, удаление не миновать Удаление, я, ну, наверное, специалистам оценивать это удаление Судья судил как-то сегодня Показал буквально нам штук 7-8, наверное, желтый карчик Ну, он так решил И хорошо, что это удаление получилось в конце игры, а не там за полчаса до конца Тяжело было, конечно Две минуты до конца, еще четыре Ходорев добавит ЦСКА давит, защитники Москвы устали не на шутку К тому же у каждого из них в пассиве уже есть по желтой карточке Все по делу, на помощь спешит свежий Мариуш Йоб Спешит настолько, что входит в игру, прежде чем Мавсисьян успевает покинуть поле Арбитр оставляет эпизод без внимания Как и еще один в самой концовке матча Сначала Василий Березунский заставляет Живнова вытянуться в струнку А через несколько мгновений совершает проступок За который в цивилизованном футбольном мире принято удалять За что досталось бедному бракомонта, так и осталось загадкой Равно как и то, с кем общался Валерий Газаев, входя в зал для пресс-конференций Эмоциональные высказывания главного тренера армейцев без купюр Уже вызвали и еще точно вызовут споры И равнодушными не оставят никого Задачу в УИФА поставить В УИФА Ходорев и Баскаков несут Но опцию увидите, если попадете И в первом туре вылетите, понимаете как? Значит, и там, и здесь, и в первом круге Баскаков, и сейчас Ну, я понимаю, есть же какие-то каноны Бог с ним, так сказать Ну, так же несправедливо нельзя поступать Значит, вы ставите очень благие задачи и цели попасть в УИФА Ну, поверьте, таким судейством там не будет у вас И поэтому, понимаете как? Вы должны готовиться к справедливости Понимаете? Вот для того, чтобы вы хотите что-то... А то, получается, потом попадают в команду С первого раунда вылетают, понимаете как? Ноль очков и ничего полезного для российского футбола Баскаков, причем, по-моему, как раз дискредитировали его за ошибку Вы по первому кругу, так сказать, вспомните судейство Первый круг, матч Москва Я пришел на пресс-конференцию К игрокам нет никаких претензий Поздравляю с выдающимся очком ФК Москва Вот, значит, они все сделали, чтобы заработать очко Дай Бог им здоровья Спасибо большое, до свидания Я не комментирую судейство Мне, как бы, легче комментировать действия своей команды Ну, я не считаю, что все желтые карточки были заслужены И у нас, как бы, очередные проблемы У нас Кузьмин получил четвертую желтую карточку Белецкий Годунов пропустит следующий матч То есть здесь у меня большие сомнения По поводу правильности действия арбитра в этих ситуациях Арбитраж у нас, по-моему, не обсуждается Мне интересно, пусть специалисты, судьи Вот, какую оценку дадут сегодняшнему судейству И сопоставить его с мнением Валерия Георгиевича Интересно мне, что скажут другие специалисты А судейцы в сегодняшней игре Судил ты матч, Алексей Николаевич Матч ФК Москва-ЦСК Михаил Ходорев Который, собственно, подвергся обструкции со стороны Петра Желла Восемил Петра Желла после прошлого тура Тот вообще назвал его ковбоем И вроде как двойка была выставлена Ходореву Я посмотрел этот сюжет И вот мне как-то вспомнились Любимые, мне понравилось выражение Бывшего президента ФИФА Жоа Виланджа Прелесть футбола, в том числе и в судейских ошибках Но о чем мы стали бы еще обсуждать По той результативности, что в этом туре было Как не судейские ошибки Но это, так сказать, к слову Что касается той ошибки, которая, значит Той оценки, которая была выставлена в ходу предыдущего матча Да, предварительная оценка была Действительно неудовлетворительная Но это то восприятие инспектора, которое он видит с трибуны Детальная проработка, анализ увиденного Позволила ему поставить положительную оценку Поэтому, что он был назначен на эту игру И правильно, вот Раду Ребежи говорит Что, конечно, специалисты должны разобраться здесь В чем причина? В чем корень таких ошибок? Обе команды недовольны Мне сообщили, что были кофициальные жалобы Нет, а мы, у нас в течение 24 часов Команды могут подавать эти жалобы в писемном виде Я знаю, что ЦСКА сегодня готова была оплатить Полагаемый в этом случае взнос 50 тысяч рублей И представить все свои аргументы по тем моментам Гравим, которые они считают были неправильно трактованы Я говорю еще раз, комиссия, вот, наверное, завтра-послезавтра мы будем собираться Посмотрим, посмотрим, в чем здесь причина Слабые ли квалификации В чем природа этих ошибок Действительно, там трудно было квалифицировать какой-либо из эпизодов Или были еще какие-то факторы, которые мешали судье принять Вот последовательную линию поведения И последовательно трактовать ошибки в ту или иную сторону Я еще раз повторяю, до официального седания Просто, по-моему, скажите, где наши судьи из-за рубежа Точнее, не наши иностранные судьи, которые нам должны обеспечить бесскандальную концовку чемпионата Будут, будут, обещал же наш президент Виталий Леонидович, что будут Соответствующим службам Наталья Тайна на матче 26-го тура ожидать Не могу сейчас ничего вам сказать Я не говорю вам, не спрашиваю, про какой матч А я говорю, что за 5 дней у нас официальная комиссия назначения Которая утверждена на бюро Российского футбольного союза С представителями российской футбольной премьер-лиги Будет определять Спасибо, Алексей Николаевич, за откровенность Судя по всему, будут Вот мы уже говорили здесь с господином Спирином Что частенько арбитры не замечают грубости Вот в последних матчах ЦСКА Надо сказать, что против армейцев играют соперники особенно грубо Особенно против Даниэля Карвали И пресекать подобную грубость, уверен, арбитры просто обязаны Над армейцами и так давлеет какой-то рок Вот еще Игнашевич получил встречу Во встрече с Митиллендом травм Опять же игрок сборной Что касается Дуду, который покинул поле С ним вроде ничего серьезного Еще по матчу отдельно хочу сказать про Самодин А отроду этому игроку всего 20 лет А посмотрите, уже бьет через себя Что и говорит молодец, да и только Шанс проявить себя Самодин уже получил Теперь осталось им воспользоваться Хотя гол ворота Датчан в Кубке ФА тут забил неплохое Уже что-то доказал Не зря, мол, Валерий Георгиевич ему доверяет Еще один претендент на чемпионство Зенит также недосчитал с очков в 25-м туре Зенит играл в гостях с Сатурном Итог встречи, не поверите, тоже нулевая ничья В этом матче внимание привлекали не только игроки Которые совсем скоро будут защищать честь Нашей национальной команды Но и два футболиста Нашего самого главного соперника по отборочному циклу В сборной Словакии Это Мартин Шкартел и Камил Чантафальский Отчетный матч Зенита можно рассматривать Сквозь призму чемпионата Борьба за золотые медали еще впереди И как противостояние пара Киржаков-Варшавин Против Шкартел и Чантафальский Естественно речь идет о решающей встрече сборных Словакии и России А пока они по одну сторону баррикад Осечки Локомотива и ЦСКА облегчили задачу Питерца Надо было только выиграть Как казалось у немотивированного Сатурна Все пишут и говорят Что мы не доиграем сезон Но как вы видели сегодня по игре Мы не доиграем сезон Мы играем каждую игру У нас задача на игру По старому на каждую выиграть Одним из лучших матчей были Есипов и Кончерский В борьбе не жалели ни себя, ни соперников Капитан команды Анопку игру пропускал Так они из-за того парня отрабатывали Не знаю, что слово ветеран Я уже сказал, что слово, наверное, отвыкать начал А то, что Виктора не было Да, это у нас потери Ну, сегодня, скажу, капитан Действительно из капитала Пришел радио Благодарил себя за игру И сказал, что Действительно мы хорошо его рады Словак Штелл впечатление произвел двоякое За быстрыми хозяевами успевал через раз Опасный штрафной в исполнении Быстрого Завершился нокдауном Анюкова В середине тайма Сатурн в три пасса Организовал по-настоящему голевый момент Но Паркса подглав неточник Словак не успел подстраховать Анюкова На что сразу было ему последним указано Что касается вратаря Зенита Топчантафальских претензий нет Точнее есть Но только со стороны сатурновцев Камил Палправо был признан лучшим в матче Не допустив ни одной ошибки И как минимум дважды выручил Зенит во втором тайме Пять матча уже не пропускают Мне кажется, сам почувствовал уверенность И действительно им очень сложно забить Это можно сказать как по тренировкам Так и по играм Вы видите сами Российский атакующий дуэт Болерщиков Зенита голами не порадовал Естественно, матч с Айком Поднял у игроков много сил и энергии Старания Ршевина Очень часто не находили понимания у одноклубников А те, в свою очередь, не находили Киржакова Или не хотели этого делать Александр почти всю игру просил мяч Но получал его очень редко Спросите у ребят Может надо подрастить чуть-чуть Или подпрыгнуть в следующий раз Александр, кстати, и подпрыгивал тоже Но результат от этого не изменился Киржаков, по сути, остался на голодном пайке И не дай бог, если эта тенденция Сохранится и в матчах сборной По второму тайме Шевчук выпустил Джокера Жанна Карлоса Именно на нем свалил Шехтелл В начале второго тайма Да, именно свалил Камера с другой точки позволяет в этом убедиться Правильности ради нужно заметить Что Колобаеву очень сложно было в этом эпизоде Оказаться в точке, где стояла камера Тот же Жанн выдает классную передачу Есипова Но полузащитник бьет чуть выше ворот Те же удары, которые летели в створ ворот Отбивал Чан Тапальский Как он вытащил мяч после удара Игонина Вратаря выяснить не удалось И после матча он опаздывал на саму рот Братиславу Камил, вообще времени нет, да? Нет, нет, мы не спешим, извините Счастливо После игры все, кроме Есипова, сходились в одном Результат по игре Зенитовцы хвалили защиту Сатурна А те, в свою очередь, вратаря Зенита Думается, если по окончании матча Словакия-Россия Будут хворить Киржакова и Аршавина И тактично промолчат об игре Словаков Никто из россиян возражать не станет Мурат Латипов, Владимир Пыхтин Футбол России Давайте, Алексей Николаевич, уже оставим в покое Судейство Вот о чем хочу вас спросить Существующий у нас сейчас лимит на легионеров Как вы считаете, он совершенный или нет? И, насколько мне известно, РФС Планирует нести изменения В этот лимит, вот вкратце их судей В 2006 году, согласно этому проекту, на поле смогут находиться Не более семи иностранцев В 2007 не более шести В 2008 не более пяти Никаких скидок, типа количества матчей за сборную Кстати, пан Петр Желла считает, что такие изменения будут Большой ошибкой Однако, предложения с этими изменениями Насколько мне известно, уже разосланы в клубы Какова все-таки судьба нашего лимита на легионеров? Будет ли он изменен? Да, действительно, такие письма За подписью Виталия Ильича Мутко Были разосланы в клубы Более того, он объявил это на общем собрании Президента премьер-лиги И понимание со стороны клубов было достаточно большое Скажу так, что позиция РФС жесткая в этом плане Потому что это реальная сегодня оценка ситуации Это действительно анализ Сегодняшнего положения дел И мы должны к этому прийти Спокойно, последовательно, постепенно Но это необходимая вещь И позиция РФС Я думаю, здесь опирающая сегодня уже на поддержку клуба Будет достаточно жесткая и последовательная Спасибо Собственно, недовольство пана Петрожелы По поводу возможных изменений в лимит легионеров Можно понять В Зените немало иностранцев И если отменить такую повлажку Как проведенные матчи за сборной Что там говорить И не только питерцам, конечно, придется многое менять Но заметьте, что касается Зенита Ни один из иностранных игроков в питерском клубе Не смог затменить Киржакова, Аршавина и Радимова Все трое символы нынешнего Зенита Радимов и вовсе фигура особенная Чрезмерно порой он эмоционально на поле За что и страдает Карточки, дисквалификации Но вот таков он какой и есть После матча в Раменском Капитан Питерсов ответил на вопросы нашего корреспондента В первом тайме, скажем так, Зенит выглядел предпочтительнее, чем Сатурн А во втором немножко сбаял усталость После Айка Я думаю, что да, мы провели тяжелую матч Прежде всего, не физически, а психологически Потеряли много эмоций Поэтому не хватило на стороне Посмотрите, все армейцы, локомотивы Тоже потеряли очки именно, мне кажется, из-за этого Скажи, пожалуйста, знал, перед тем, как выйти на поле Что и ЦСКА, и локомотивы очки потерял? Локомотив не знал, ЦСКА мы смотрели, давали Если говорить, скажем так, о календаре предстоящем Очень сложно именно для Зенита Москва, Спартак, Рубин и еще с Ростовом играть А соперникам немного повезло в этом плане, нет? Вы знаете, мы очень давно в Москве не проигрывали Если вы посмотрите статистику В последний раз, наверное, года полтора назад Поэтому еще и не факт, что мы сложнее календарем Например, нам дома, например, намного сложнее играть, чем на выставках Если говорить о раскладах Рассчитывали, что именно в этом туре Все лидеры, скажем так, потеряют очки, но кроме Спартака? В прошлом туре смотрели за остальными Когда все потеряли и сами не смогли огурять до машины Сейчас уже, наверное, смотреть на остальных нет смысла Нам сами набирать очки, потому что осталось уже совсем чуть-чуть до конца чемпионата Ничья в Питере, ничья в Раменском Психологическая, физическая усталость В чем причина? Ничья, может быть, где-то фортуна разворачивается Может, действительно, подустали немножко физически, не хватает Или морально каких-то сил Надеюсь, сейчас переросы пойдет на пользу Свой формы как оцениваете именно сейчас? Тяжело играть через два на третий день Немножко, конечно Но вроде нормально 90 минут В перерыве Петерожилов что сказал матч? Перезвел некоторые перестановки Замену сделал И пускал как грамотно через фланги растягивать оборону К сожалению, у нас не получилось Вы последнее время постоянно играете на правом фланге Дискомфорта не ощущаете вы тут? Вообще не только на правом Я играю от опорного, нападающего За неделю сменил три позиции Конечно, действительно, немного сложно перестраиваться Но я был играть там, где требует тренинг Пора бы уже перейти к матчу, где хоть что-то забивали Спартак единственный из лидеров Кто в 25-м туре добился 100% результата Как следствие, красно-белые обошли Зенит и заняли третью срочку в таблице Надо сказать, что после поражения ЦСКА В прошлом туре Александр Старков пошел на серьезные перемены в составе Прежде всего в линии атаки Перед матчем с командой, которая едва не похоронила европейские амбиции прошлогоднего полуфиналиста Кубка УЕФА Александр Старков и компания уже знали результаты встреч в Петровском парке и на Восточной улице Растиражированная фраза о том, что очки будут терять все лидеры, оказалась верной Спартак страстно желал повернуть сложившиеся обстоятельства себе на пользу Нужно побеждать, шансы Вы знаете, очень плотный календарь И посмотрите, вернее, очень плотное соотношение сил между командами первой шестерки И, конечно, всякое может быть Мы будем стараться победить в каждой игре Я верю в своих футболистов В атакующей линии на сей раз Старков поверил в Ковенаги и Баженова Аргентин в дебюте опасно подрезал мяч в дальний угол Плобо справился Баженов в середине тайма уже успел травмироваться Оставшийся в запасе сборник Павлюченко словно знал, что на поле ему выйти еще придется Совсем не грустил Едва вышел, сразу чуть не забил Пас от Моцарта, два шага в центр, удар из-под ноги на Тюйбута Чилистский голкипер не достал бы Перекладина спасла Второй красно-белый игрок сборной Владимир Быстров вышел в основе Был активен на своем правом фланге Ноги не убирал После такого подката булыби за перспективу полузащитника в национальной команде стало боязно Сейчас приедем в Порную и там уже начнем готовиться к этим двум матчам, а пока я думал только об этой игре с крыльями Быстров все же после этого подката встал и матч продолжил В конце тайма мог даже забить, но с близкого расстояния отправил мяч точно в руки Лобосу После перерыва относительно спокойной течения игры столкнула 15-минутная красно-белая буря Ее первый и единственный результат – гол Радослава Ковача Паска Венаги транзитом через Моцарта нашел светлую голову Чеха 1-0 Сегодня мы играли против очень сильной команды Спартак забил нам со стандарта превосходный гол Но у нас были шансы не хуже Однако если сам не забиваешь, как можно рассчитывать на победу? Мэтью Бут, знаешь, что хозяева чудом не сломали ворота гостей Начало положил бояринцев, издалека примерившихся к мячу и угодивших в штангу У капитана Спартака и вовсе момент был почти стопроцентный Все опять началось с углового Ковенаги откатил под удар так, что только в раму попади Мотти топ попал лишь в перекладину Затем настало время крыльев После удара с Квернюка для Ковалевски все едва не закончилось очень скверно Хоть он начать достал, но уже тут как тут булыга А после его неудачного добивания Топичу не хватило сантиметров, чтобы отправить мяч в угол ворот Я бы не назвал это ни в день, я считаю, что нам не хватает мастерства Как в атаке, так и в обороне, раз мы не забиваем и пропускаем голы Только это не снести Это связано, прежде всего, с концентрацией внимания И с мастерством, и с ювелизацией Они играли по тактическим схемам очень-очень грамотно И были у них моменты И все-таки я думаю, что команда, которая на данный момент не находится на том месте, на котором могла бы находиться в турнире таблице Баба Адаму рискует прослыть злым гением крыльев Еще не забыли про его удаление в матче с Алкмаром, а он уже прощает Спартак После передачи Матюбута мяч миновал всех Лег точно на ногу темнокожему легионеру Самарского клуба Ковалевский не просто выручил, а спас свою команду Это был последний шанс гостей увезти из столицы хотя бы очков В тяжелой игре московский Спартак с трудом добился столь желанного для себя результата Команда Александра Старкова сумела использовать осечки конкурентов И вплотную подтянулась к группе лидеров Симпатичный коллектив Гаджи-Гаджиева, несмотря на радующий глаз футбол Все ближе к тому, чтобы оказаться в первом дивизионе Александр Бедрев, Михаил Курганов, Футбол России Итак, Спартак обошел Зенит в турнирной таблице Одинаковое количество очков у этих команд Но у Спартака больше побед Многое решится в следующем туре, в котором Спартак и Зенит встретятся между собой Это будет 16 октября При этом игру из-за перебора желтых карточек пропустят Зенитов, Сыродимов и Денисов Ну а следующий тур пройдет аж через две недели В эту паузу будем болеть за сборную России Как вы думаете, Алексей Николаевич, что надо ждать от нашей национальной команды? Поедем мы в Германию все-таки или нет? Вы знаете, мы все патриоты и еще и оптимисты Очень хочется верить и очень пользуясь случаем Хочу призывать всех болельщиков прийти поболеть за наших ребят на матче с Люксембургом Молодая команда Кто сможет и в Братиславе тоже Да, и в Братиславе тоже Потому что вот сегодня как раз этой команде очень такой задиристой С таким колоссальным потенциалом нужна подзарядка еще от трибун И вот действительно это будет хороший подспорь Я бы хотел добавить вот еще что Действительно, 8 октября мы играем в Черкизове на локомотиве с Люксембургом Приходите, поддержите нашу команду Только, пожалуйста, безо всяких пиротехнических средств Еще санкций не хватало нам со стороны FIFA и UEFA Но 12-го в Братиславе самая важная игра со Словакии Алексей Николаевич, какая-то неприятная история может получиться после игры ЦСКА в Дании? Да вы знаете, мы, честно говоря, так с опасением ждем сейчас информации из UEFA Не дай бог, если уличат болельщиков армейских Вот применение этих всяких файеров, пиротехнических средств То, что они применяли, это очевидно То, что немецкий делегат все это отразил в своем рапорте Теперь какова степень наказания? Можно ограничиться штрафом и перевести всю тяжесть вины Вот за то, что они пронесли эти средства За службу безопасности датского стадиона Но ведь было строгое очень предупреждение болельщикам ЦСКА Я полностью отвечаю Ведь мы лишаемся самого себя, самого прекрасного Ради чего мы живем на этом свете По крайней мере, среди болельщикской среды, ради футбола Я бы тоже очень призвал бы всем, чтобы Ведь матч с Португалией, наглядный пример Показал, что мы можем, мы можем Будем надеяться, что и в ситуации с ЦСКА Обойдется, что болельщики услышат ваши призывы Призыва Российского Футбольного Союза Спасибо вам, Алексей Николаевич Спасибо, что пришли к нам в студию Спасибо и всяческих вам благ Спасибо и удачи футболу Мы продолжим программу через несколько секунд Продолжим говорить об оставшихся матчах 25-го тура И о сборной Оставайтесь с нами Футбол в России На канале Спорт Продолжаем программу Вот уж кто чего не ожидал Так от ограда голов в Ярославле Где Шинник принимал торпедо Шутка ли Самый результативный матч тура вышел А играли-то две далеко не самые забивные команды чемпионата Да и футбол был показан весьма и весьма приличный Вот каким боком повернулся фактор Называемый отсутствием турнирной мотивации Действительно, что вроде уже искать и ловить Шиннику и торпедо В нынешнем первенстве Вот и играли футболисты раскрепощенно, радуя зрителей Торпедовцы, видимо, после поражения в четыре мяча На своем поле от Зенита раскрепостились окончательно Второй матч уже побеждают Забивая ворот соперников по три гола Уважаемые болельщики Если в отчетах о минувшем туре Вас больше всего привлекают забитые мячи Тогда сейчас самое время сконцентрировать все свое внимание Итак, матч Шинник-Торпедо Это две трети головы 25-го тура Первый забитый мяч случился уже в середине первого тайма После отличной передачи Балтиева Степанов так и не решил, в какой точке сыграть этот мяч Поэтому Ширко бил без помех и, разумеется, без шансов для Бородина Ну, просто видно, как ты вообще мяч пропускаешь Непонятно вообще там летит, куда ты мяч получаешь гол Судя по логике 25-го тура Этот гол вполне мог стать победным для Шинника Однако, к сожалению для ярославцев Им противостояла команда, которая ухитрилась забить в прошедшие выходные Столько же мячей, сколько и все остальные 15 команд Премьер-лиги вместе взятые А у такого коллектива выиграть невозможно Уже спустя 6 минут после гола Ширко Москвичи сумели отыграться У Сафонова шансов отразить этот мяч было даже меньше, чем у Бородина После перерыва игра переместилась к воротам торпедом Дважды в дебюте второй половины встречи Футболисты Шинника с разной степенью достоверности падали в штрафной гостей Пока вы решаете, в каком из эпизодах у арбитра было больше оснований для Геннальти Отмечу, что после матча у главного тренера Ярославца Были достаточно серьезные претензии как персонально к Николаю Иванову Так и к судейскому корпусу в целом Ну, мы привыкли к такому судейскому, хоть дома, что на выезде На выезде еще более хуже судей Поэтому можно на пальцах одной руки за весь сезон Посчитать, что где нас судили просто очень хорошо В середине второго тайма Долматов выпускает на поле третьего нападающего Павла Погребника в надежде дожать торпеда Однако эффект получается противоположным В середине поля у ярославцев игроков уже не хватает И москвичи получают возможность для контратак На 70-й минуте Сеньшов забивает свой второй мяч в этой встрече А за несколько минут до окончания матча на первый план вышел Серж Бранко В течение 10 секунд французский легионер совершил одно положительное и сразу два отрицательных действия Сначала Бранко отобрал мяч у Луценко, затем неудачно выбил мяч, а после этого догнал Лайзенса и сбил В итоге пенальти Будылин уверенно переиграл Сафонова, причем дважды В первом случае еще до удара в штрафную ворвался Зырянов и орбитр попросил перебить 11-метровый Во втором Зырянов был подчеркнуто внимателен и счет 3-1 в пользу торпеда Ну я думал, что мы сами себе эти два гола привезли Мы попались на контратаках Думаю, что торпеда поймала свою игру на контратаках Она очень любит играть на контратаках Поэтому ничего не смогли Просто наши ошибки, мы сами виноваты Матч в Ростове-на-Дону привлекал не меньше внимания, чем поединки с участием команд из лидирующей группы Ростов принимал Аланию Этот матч мог стать, если не стал ключевым в борьбе за выживание Ну и еще этот поединок выделялся одним из общего списка встреч 25-го тура В нем, в отличие от многих матчей, был забитый гол Это не дерби по факту, но похлеще, чем дерби в принципе Два клуба так похожи Оба могут вылететь из элиты Оба с одинаковой силой верят, что это случится не с ним Оба за сезон 4 раза обретали нового тренера И болельщикам Алании до сих пор мерещатся эти три буквы Шум, то ли бывший тренер, то ли звуковые помехи Во всем виноват, пока мы так думаем, что шум И барабаны И барабаны нас уже отвлекаются Первые 10 минут Алания под барабаны, как на параде Все логично, все грамотно, но нужно еще и забивать, а с этим сложнее После углового Чичкин от греха подальше, но грех оказался близко Хименес, и пас случился сам собой Пименов, герой картины не ждали На ростовском стадионе портрет Джокера Максима Бузникина И Джокер пошел по защитным тузам Три туза в штрафной, и Джокер сбит Бачков никогда в козырях не числился, а тут вдруг разошелся Удар получился козырным, и Радич совсем ему не рад Прыжок был, но смысла уже не было Только 16-я минута, помочь бы делу Хотя бы словом, не тут-то было На заказ, мы не кричим! Бой! 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 На заказ, мы не кричим! Бой! Бой! Хавбек, помни, что нужно бек! Во втором тайме, спешно бежать назад, ростовчанам приходилось часто И цепляться за то, что под руку попадалось Бачкову приглянулась футболка Владикавказцев Заинтересовала строчка и особенности кройки Судья убедил, майка обычная, желто-красная Тебе желтая полоска, в следующий раз будет красная Базаев вдруг собрался и взорвался Полполя спринтер, вдоль поля бильярдист Чичкин в качестве лузы Луза стояла вдоль линии ворот, а не поперек Это и спасло. Секунда кошмара, секунда Осинова Я не успел еще подумать Будем спрашивать уже с нападающих, когда ошибся ваш, Катай Почему они не пошли на добивание? По словам Александра Яновского, тренеры постоянно меняются Игроки постоянно растеряны Но чувство футбольного прекрасного Алания не растеряла Даже когда спиной к воротам У Ростова контратаки Бузникель входил в шрапную и возился до потери пульса Сначала терял курс, затем и мяч Орлов как богатырь на распутье Можно и влево, и вправо, можно напрямую Предпочел влево Левая обычно некачественная Все оказалось бесполезно Атаки Алании и контратаки Ростова друг друга уравняли Мы понимали, что сейчас отступать некуда Алании сейчас полезет большими силами вперед Еще будут образовываться зоны И мы должны были использовать Просто мы немножко в атаке Не все использовали, как бы хотелось При такой-то игре можно было эффективнее сыграть На контратаках Вся борьба впереди еще Если наша команда будет так же Так же играть, самоотверженно Я думаю, все нормально С победой Горока-старшего первыми поздравляют потомки Горок-младший Самое главное Чех сделал Устранил угрозу Демитрадзе Матч за 6 очков в пользу Ростова В актив записал 3 Еще 3, чтобы тонус поднять 13-я строчка в таблице Теперь даже ближе, чем 15-я Потом открылся и секрет Владикавказских футболок Ими можно закусывать горечь поражения Сергей Наговицкий, Игорь Каравтенко Информационный агент Союзный регион инфо Ростов-на-Дону Специально для программы Кубо России Таким образом, Ростов существенно поправил свои дела Чего не скажешь, естественно, об Алане И еще о Терике Ничья в Перми была для клуба с Чеченской республики Равна сильно поражению 0-0 в Перми и 0-0 в Казани Где Рубин принимал Томь Такой вот выдался тур Голов раз-два и обчелся К слову, Рубину потерянные на своем поле очки Могут еще ох как аухнуться Так выходит, что Амкар играет с лидерами чемпионата Всегда лучше, чем с аутсайдерами Так было и в первом дивизионе Похоже, что традиция осталась и в премьер-лиге Сумасшедшего настроя и самоотдачи Которые были в матчах с Динамо и Локомотивом На этот раз Пермики не продемонстрировали Хотя и владели преимуществом На протяжении всей встречи В основном игра в первом тайме проходила в среднем поле Больше мячом владели хозяева Но извлечь выгоду из этого не смогли Гости внимательно играли в обороне Как только мяч попадал к Волкову Практически вся команда отходила в защиту На 15-й минуте Терек поймал Амкаровцев на контратаке И Адамов нанес первый удар в створ ворот Пермяков В середине первого тайма Сераков обокрал футболиста Терека Пермики разыграли неплохую комбинацию Но в итоге Зиити пробил выше ворот Под занаве 45-ти минутки Терек создал два опасных момента ворот Степанова Сначала Серхаев пристрелил вдоль штрафной Но никто из его партнеров не успел к мячу А затем Руслан Аджинжал опасно пробил в правый нижний угол Мяч пролетел рядом со штангой В самом начале второго тайма Все тоже Аджинжал не использовал два момента для взятия ворот Счет на табло так и оставался неизменным А вот затем уже Пермики завладели инициативой Леоченко пробивший мимо ворот с убойной позиции Заставил стадион разочарованно вздохнуть Не попали по воротам я в том числе И стоит сказать, что Терека был Да, хороший момент во втором тайме пропустили Под занавес матча Степанов выручил своих партнеров по команде Которые позволили Короману свободно пробить поворотом Вообще матч запомнился только в хулиганской выходке Двух болельщиков, выбежавших на поле Такого безобразия в Перми раньше не случалось После встречи главный тренер Терека От комментариев отказался В отличие от своего коллеги, наставник Амкара был более многословен Ну сегодня, я считаю, у нас не все удачно сыграли ребята Все-таки что-то выжить более продуктивно можно было бы Ну и по сравнению с последними, например, матчами В обороне мы пропустили уколы Такие опасные были ситуации Ну конечно, в данной ситуации просто очков для нас Это, откровенно говоря, мало Если как бы абстрагироваться от турнира таблицы Вроде ничья на выезде с сильным соперником Это как бы положительный исход Но в данной ситуации как бы мы не удовлетворены очком Игра получилась в первом тайме более закрыта А во втором уже такая, на встречных курсах были большие разрывы У нас были очень хорошие возможности использовать контратаки Свободного пространства было много Но, к сожалению, у нас вот завершающая стадия Все не сработало, были хорошие моменты, не забили Сергей Лекомцев, Андрей Евсин, Александр Нуралеев Пермь специально для программы «Футбол России» Встречу хозяева поля начали без чистых нападающих Но по выражению Курбана Бердеева с тремя игроками группы атаки Домингесом, Кенкладзе и Чижиком Группа атаки Рубина доставила немало хлопот обороне гостей Защитники Тамини гнушались тактикой мелкого и крупного фола Да и Илье Белезнюку в первом тайме пришлось изрядно потрудиться Впрочем, опасность для гостей исходила не только со стандартных положений Домингес, Кенкладзе и Чижик разыграли неплохую трехходовку Но чешский полузащитник Рубина не смог переправить мяч в ворота Большой радости трех болельщиков из Толска Затем уже Александр Домингес имел неплохой момент для взятия ворот Но Илья Белезнюк справился и с этим На половине Рубина гости в первом тайме не преуспели И шелонированная оборона казанцев функционировала без сбоев Каждый из нас видит по-разному футбол Его можно оценивать эмоционально Его можно оценивать профессионально Но дело в том, что Чтобы матч оказался зерейшим и красивым Конечно, для этого нужны хорошие исполнители в первую очередь Чтобы на второй не задел проблемы Рубина В начале тайма второго после навеса с Шрафновым В хорошей позиции оказался Андрей Коновалов Но слишком долго примерялся к мячу и момент был упущен В отличие от первой половины игры Тойм привела во втором тайме несколько опасных атак Но забить гостям так и не удалось В середине тайма Бердеев провел двойную замену На поле вышли Бухаров и Сила Чуть позже появился Ираль Я ошибся с заменами Замены не усилили Атаку за исключением Бухарова Молодой нападающий Рубина Александр Бухаров мог стать героем встречи Вначале на нем сфалили до предела в штрафной Близнюк отразил удар Чижика со стандарта За второе нарушение против Бухарова Арбитр Алексей Сергеев указал на точку К мячу по указанию Бердеев подошел к Кинкладзе И пробил мимо ворот Группа атаки, есть три человека, кто бьет пенальти Но в данном случае я ошибся Я ошибся в данном случае Пенальти однозначно был Если бы они не согласны были, они бы спорили Атаку, в принципе, даже не спорили А так они, в принципе, даже не спорили Нет, ну я там мог выйти на ударную позицию А так, мятоцепил, пришлось упасть Не смог устоять на ногах До конца матча оставалось не больше 10 минут И более ничего серьезного соперники создать друг другу не позволили Мы надеялись на победу И, конечно, ничем мы не довольны Хотя мы могли забить пенальти и делать три очка Сегодня, конечно, в том, такая оказалась крепкая команда Но, в принципе, мы настраивались на это Что они все будут в обороне И будет тяжело их скрыть В принципе, возможность была Но не повезло Немножко не хватило, может быть, для того, чтобы был Результативный матч Не хватило этой организации Не хватило неожиданных каких-то решений Но, в целом, матч оставил хорошее впечатление по качеству Ну и, естественно, для нас по результатам Потому что мы решаем очень сложные проблемы Турнирная таблица после 25 туров На ваших экранах отрыв локомотива от ближайшего преследователя ЦСКА Сохранился Два очка следом за армейцем еще на два очка позади Спартак и Зенит Концовочка обещает быть крайне интересной Да и борьба за место в Кубке Уэфа тоже предстоит нешуточная С неудачниками сезона пока не все ясно Но Терек и Аланьи самые реальные претенденты на вылет в первую дивизион Ростов после победы над Владикавказским задышал свободнее Но все же еще не настолько свободно, чтобы расслабляться Да и самарцам есть над чем поломать голову В списке снайперов верхние участия произошли Некоторые изменения Игорь Семшов догнал по забитым голам Ильцу Олевича А первый в этой табле о рангах по-прежнему Дмитрий Кириченко из футбольного клуба «Москва» 25 туров позади, 5 осталось Своеобразная критическая точка Но многое менялось в последние годы За последние 5 туров многое может измениться сейчас Анализируя два прошлых сезона Илья Филиппов составил свое мнение о том Что же ждет нас на финише нынешнего первенства На главный вопрос, кто же станет чемпионом Два минувших сезона дают весьма оригинальный ответ Дело в том, что будущий обладатель золотых медалей И год, и два назад в 25-м туре непременно выигрывал В 2003-м СИСКА забил победный мяч в самой концовке встречи с черноморцем Тогда на 92-й минуте при счете 2-2 Арбитр Тюмин решился назначить пенальти в ворота гостей Который уверенно реализовал Олевич Чемпион страны следующего года Локомотив В 25-м туре победил Сатурн со счетом 2-0 Так что вроде бы логично предположить Что лучшей командой нынешнего сезона Станет тот клуб, который также победил в 25-м туре Но тут вот что получается Победы в минувшие выходные Одержали Ростов, Торпеда и Спартак Ростовчане даже теоретически не могут стать чемпионами Торпеда может, но именно только теоретически Значит остается Спартак Кстати, год назад будущий чемпион Также за 5 встреч до финиша Занимал третье место Только вот тогда Локомотив отставал от лидирующего Зенита всего на 1 очко А сейчас отрыв первого места от третьего 4 балла И еще вот какая деталь Будущий чемпион в 25-м туре Обязательно неудачно пробивал С 11-метровой отметки В 2003-м не забил Гузев В 2004-м Маминов Исходя из этой закономерности Больше всего шансов на первую строчку у Рубина Ведь в воскресенье Кин Кладзе Также не реализовал финаль Ну и конечно же существует масса примет Согласно которым чемпионом в нынешнем сезоне Станет один из двух наиболее вероятных кандидатов Локомотив или ЦСКА Скажем, 2 года назад За 5 туров до финиша ЦСКА уверенно лидировал И неудивительно, что в итоге получил золотые медали Кстати, в 2003-м турнирная таблица После 25 проведенных матчей Полностью повторила итоговую По крайней мере в той ее части Которая касается призеров Тогда награды получили ЦСКА, Зенит и Рубин Теперь о тех командах Которым предначертано начать следующий сезон В первом дивизионе Тут и без всяких закономерностей и статистики Ясно, что худшие шансы у Алании и Терека К тому же год назад Из премьер-лиги вылетели как раз те две команды Которые за 5 туров до окончания первенства И занимали два последних места А именно Кубань и Ротор Более того, в минувшем сезоне В 25-м туре Аутсайдеры сыграли точно так же, как и сейчас 16-я команда в ничью А 15-я и вовсе уступила Так что теперь Ростову, Крыльям и Томи Волноваться вроде бы не о чем Вот какие матчи остались претендентом на золото Нынешнего чемпионата Рассматриваем 4 команды Локомотив играет дома с Шинником Сатурном и Спартаком И два выезда Представь железнодорожникова Владикавказа и Пятигорск ЦСКА принимает Рубин, Ростов и Алань Едет в гости к Амкару и Динамо Если это можно назвать выездом Спартак играет дома с Зенитом Торпеда и Сатурном На выезде с Шинником И уже упомянутый матч с Локомотивом Представить Красно-Белым в последнем туре Ну и Зенит Понятно сразится в гостях со Спартаком Футбольным клубом Москва Амкаром и дома примет Рубин и Ростов Такая вот диспозиция на оставшиеся 5 туров Из всего вышвизложенного следует, что Самые трудные оставшиеся календари у Зенита Непростые матчи предстоят И Локомотив со Спартаком Чуть полегче остальных календари у ЦСКА При этом не стоит забывать, что Из этого квартета только Спартак Не обременен участием в Кубке УЕФА Тем не менее, никаких прогнозов После небольшой паузы продолжим Программа, оставайтесь с нами Это Футбол России Сейчас самая вкусная Пятерка лучших голов тура Хотя это и звучит несколько издевательски Из шести забитых мячей в туре Один был с пенальти Его отбрасываем автоматически И предоставляем Дмитрию Ганичеву Право расставить пять оставшихся в нужном порядке На пятом месте сегодня Футболист московского торпеда Игорь Семшов Оформивший дубль В воедном поединке Против Ярославского Шинника Удар Луценко Галки Персофонов спарировал Но любимец болельщиков черно-белых Первым подоспел на добивание И легко породил уже пустые ворота Мы не покидаем Ярославль В 25-м туре этот город на Волге Стал главным поставщиком голов Для нашей пятерки Форвард Шинника Александр Ширко На мгновение опередил защитника Москвичей Степанова И с 9 метров хлестко пробил в нижний угол Дмитрий Бородин был бессилен В Лужниках Очередным голом за московский Спартак Отметился чех Радославкович Защитник красно-белых Эффективно подключился к розыгрышу Стандартного положения И выиграл верховую борьбу У коллег Бамблуа Победа над крыльями Советов Существенно увеличила шансы москвичей На попадание в Лигу чемпионов По итогам сезона Второй гол Игоря Семшова в Ярославле Получился более зрелищным А потому справедливо занимает Второе место в нашем спараде После проникающего паса Виталия Волкова Семшов точно с линией штрафной площади пробил в самую девятку Благодаря дублю Игорь опередил по числу забитых мячей Одноклубника Панова И наконец настало время справиться с нелегкой задачей Определить автора лучшего гола 25-го тура Коллектив нашей программы принял решение Присудить почетную победу Ростовчанину Бачкову Который ударом из-за пределов штрафной площади Омрачил возвращение на тренерский мостик Алании Александра Яновского Ростов и Владикавказ продолжают отчаянно биться за выживание Дмитрий Ганищев, Футбол России Ну и на ваших экранах пятерка лучших игроков 25-го тура по версии программы Футбол России На первом месте торпедовец Игорь Семшов Далее Юрий Живнов, Милош Красич, Андрей Бачков и Марат Измайлов На сегодня это все Встретимся через две недели от коллектива Футбол России Желаю успехов нашей сборной И всем вам приятных эмоций Спасибо за внимание и до встречи Субтитры создавал DimaTorzok